Пятилетние двойняшки Миша и Маргарита, их 11-летний брат Денис, папа Николай и мама Оксана впервые сидят за одним столом с представителями администрации города. Мэр Александр Рогачук с неподдельным интересом беседует с каждым из членов семьи «Суббота». Здесь нет только старшей дочери. 19-летней Марии Анна студентка издаёт в этот день за счёт. Уже после нескольких минут общения на позитиве от начального волнения не остаётся и следа. Мы очень довольны. Огромное спасибо. Мы не ожидали. Это большой подарок для нашей семьи, исполнение желаний наших деток. Они были очень рады, довольны. Было как-то так легко, просто и просто хорошо. Как дома, в домашней атмосфере. Беседа по душам и чаепития, новогодние персонажи, Дед Мороз и Снегурочка. Эту встречу сложно назвать официальной. Но сюрпризы только начинаются. Председатель Брестского горисполкома вручает 11-летнему Денису, победителю многочисленных конкурсов, солидный смартфон и визитку со своим личным номером телефона. Я тебе дарю свою визитку. Вот это мой номер телефона. Ты его забьёшь в вайбер или куда, и пиши мне в вайбере. Хорошо? Вот, это тебе. Папе с мамой не дают. Заговорились, да? И, соответственно, телефон. Вот, если ещё получишь несколько дипломов, мы тебе ещё, тем более, в следующем году новую купим. Не осталось без подарков и вся семья Суббота. Им подарили новый холодильник. Это бытовая техника в большой семье – предмет первой необходимости. Приглашение было вообще неожидаемое. Сюрпризы очень понравились. Купили холодильник, ребёнку телефон, как он и хотел. Всем хочу сказать большое спасибо, что нас пригласили. Многодетная семья – большой труд и ответственность, а воспитывать ребёнка с инвалидностью – настоящий родительский подвиг. Но, несмотря на все сложности, дети учатся на хорошо и отлично, а члены семьи Суббота живут дружно и могут стать примером для множества других. В этом году новогодний корпоратив в горесполкоме по понятным причинам решили отменить, а собранные на него деньги решили направить на благое дело. Ведь так приятно поздравить с Новым годом и устроить волшебный сюрприз хотя бы для одной замечательной брестской семьи. Мы проводим много мероприятий новогодних и в рамках акции «Наши дети». Но вот сегодняшнее мероприятие какое-то оно очень эмоциональное ещё такое сверху, потому что такого формата у нас ещё не было. И всегда восхищаюсь семьями, которые себя полностью отдают детям. И в этих семьях всегда такие красивые, одарённые детки. И вот эта семья тому подтверждение. Поэтому правильно, что коллектив горесполкома отказался от корпоратива, в том числе и по этой причине, что мы эти деньги направили на нужное и доброе дело. Возьмём эту семью под пристальный контроль в плане того, чтобы дальше им помогать. Наверное, в следующем году всё-таки корпоратив горесполкома мы проведём, но и параллельно проведём такую же акцию, пусть она будет новой традицией нашего коллектива. Подарок без замедлений прибыл по адресу назначения. И похоже, что в этой семье теперь будут верить в новогодние чудеса не только пятилетние Миша и Маргарита. С Новым годом! Пусть этот год принесёт нам много счастья, удачи, тепла и света. Пусть он будет полон ярких красок, приятных и радостных событий. Желаю всем в новом году быть здоровыми, красивыми и успешными. Поверьте в чудо, ведь когда во что-то веришь, оно обязательно сбытится. Людмила Логодич, Эдуард Бакунович, Александр Макаревич, телекомпания Бук-ТВ.